И вновь телеканал Евроспорт приветствует вас из Саппоро. Здесь продолжается чемпионат мира по, в данном случае, техническим дисциплинам северных лыжных видов. И уже ваксу спустились сумерки на трамплине у Кураяма, где продолжаются состязания, где начинаются состязания сейчас в командных прыжках. По четыре человека. Это очень сложный вид, это очень непредсказуемый вид подчас, но говорящий об общем уровне подготовки сборной. Вы видите, что погода опять несколько подпортилась. В том смысле, что скольжение будет не очень хорошее, и чем дальше, тем синоптики более густой снегопад обещают. Но зато нет тех странных и иногда опасных порывов ветра, которые мучили прыгунов и двоеборцев первые два дня соревнований. Уже знакомый вам трамплина Кураяма, который вырос на месте Олимпийского и вполне соответствует современной амалагации. 134 метра мощность трамплина, 120-метровая отметка является оценочной. Ну, то же самое, в общем, что было и до этого, когда разыгрывались индивидуальные медали. И блестяще выступил Олимпийский чемпион 2002 года Симон Аман. У него настолько росли аппетиты, что он уже даже начал говорить о том, что одной медали маловато будет. Но я думаю, что на медаль в сегодняшнем турнире он все-таки посерьезно не рассчитывает, потому что сборная Швейцарии не обладает таким подбором исполнителей, который бы мог вам помочь что-то сделать. И вообще большая тройка практически в неизменном составе все время. То есть это Норвегия, это Финляндия и это Австрия. Сборная Германии пытается вернуться туда же, пытается стать элитной командой, но у них постоянные проблемы и с судьбой, и с комплектованием состава. А если эти две проблемы стоят актуально рядом, как в этом сезоне, то вообще тогда шансов практически никаких и нет. Уже состоялся трайл-раунд, то есть тренировочная попытка перед началом соревнований и результаты несколько тревожные для российской команды. Невысокая скорость была на разгоне, и эту невысокую скорость, большой результат превратить не получалось. Хотя нельзя сказать, что она была криминально невысока, у некоторых команд она выглядела еще более скромной, но тем не менее результаты были получше. А так в районе между седьмой и восьмой позиций сейчас. Но это пока неофициально, естественно. Итак, мы приглашаем вас на трамплин Акура Яма. Японцы очень надеются на успех. 3-3, таков номер у Дайки Ито. Ито не сумел пристреляться к одному трамплину. Накануне, вы помните, неудачное у него выступление в индивидуальных соревнованиях. Вторая попытка хуже, чем первая. Но Ито, тем не менее, хочет не подвести команду. И какие вообще шансы у японцев напомнить о своем существовании и пробраться повыше? Потому что вы помните, что в олимпийском сезоне они выглядели в высшей степени скромно. И шестая позиция была влагом на олимпийских играх. Выиграли австрийцы. Вторая позиция была за Финляндией. Норвегия третье место. Четвертое Германия. Пятое Польша. Вы видите, что 12-е ворота сегодня. Вальпер Кофер пока осторожничает. Но, с другой стороны, имеет большие просторы для маневра технические директоры этих соревнований. Потому что после каждой группы, а группа состоит из 13 команд, можно менять разгон. И это не является нарушением правил. То есть, по сути дела, может быть перепрышка сколько угодно раз. Владимир Трачук. Представитель сборной Украины. Начинает соревнования. Но в данном случае здесь олимпийский принцип. Конечно, у украинцев не победа, а участие. Счастье, лучший прыжок был у Виталия Шумбарца. И Шумбарец улетел на 99,5. И Владимир Бащук, также неплохо прыгавший на уровне квалификации в рамках личных соревнований, улетел на 94. Ну, в общем, ни один из спортсменов не преодолел 100-метровую отметку. И это, конечно, делает их сразу аутсайдерами. И даже, в общем-то, они останутся, скорее всего, без старой попытки. Плюс из команд, которые не претендуют, наверное, все-таки на попадание в десятку сильнейшую, назовем Канаду. Все остальные будут бороться. Сборная Казахстана, у них два спортсмена посильнее, два никак не найдут себя на этом трамплине. Ну и то, что сборная Канада выше выставила целый молодой квартет, это, конечно, не случайно. Да, и, безусловно, мы много раз слышали в последнее время речи спортивных руководителей Канадской Федерации Лыжной, которые пытаются настроить болельщиков на позитивный лад в связи с Олимпиадой, естественно, в первую очередь. На авантюру на цели за этой сборной. Она очень молодая, она не обстрелянная. По большей части, даже те, кто более-менее обстрелян, уж извините за это странное слово, и то они ничего другого не показывали индивидуально, но, тем не менее, вы нужны братьевские инициативы, вынуждены вести за собой. Чагрия Итошимото. Вчера был очень хорош. Сегодня в тренировке тоже ничего показал. Результат 119 метров и примерно туда же приземляется в официальных соревнованиях. То Шимото Акабе, Дайки Ито и Норияки Касай. Здесь подпустили только одного молодого спортсмена в состав. Достаточно неконсервативные японцы. Всегда так и было. Очень стабильная была сборная. Но другое дело, что когда сборная была очень сильна при Васе Барьцем, то эта стабильность была оправдана вдвойне. А вот то, что тренеры, которые работали после славянца, настолько осторожны и не идут, как говорится, на творческие и тренерские риски, вот такая, я думаю, что не вполне оправдана. Асан Тахтофунов. Объективно четвертый номер сборной Казахстана на этапах Кубка мира. Казахстанские спортсмены часто подбираются к тридцатке сильнейших. И да, да, в нее и входит так в целом этот сезон. Обрисовал некий рост. Но начинается чемпионат. Возрастает конкуренция. Тем не менее, программу минимум попадания в тридцатку сильнейших. Сборная вместе с Радиком Жапаровым выполнила. Вы помните, это состоялось в первый день. Шлири, кстати, спрятали. Шлири не на решающем этапе, не в решающей группе, точнее, прыгает, а во второй. Третий будет прыгать Коблер, последний Томас Моргенштейн. Ну а на старте Примош Пиклик. Славянская сборная давно отошла те позиции, которые позволяли ей подниматься на виде сталпочетных. Хотя, с другой стороны, не очень-то давно, понадобилось три года. И еще одна скромная попытка, еще один значительный недолет до установленной оценочной отметки. И, соответственно, каждый метр недолета вычитается из базовой оценки 20. Из трех базовых оценок 20 по 1,8 балла. Хотя по рисунку прыжок был, в принципе, достаточно похожий на то, что нужно. Но с такой-то дальностью, это, конечно, очень неплохо. Роман Куделько накануне был весьма неплохо в индивидуальных соревнованиях. Смел, агрессивен, более агрессивен даже, чем у легендарной Якуб Янда. Мощно отталкивается и здесь, но несколько меньше бросает тело вперед. Какова дальность, понять невозможно из такого ракурса. Совершенно чуть-чуть не долетел до красной черты, но это, тем не менее, уже какая-то борьба. Многообещающий стиль прыжка. У него, на самом деле, хоть и несколько рассматривается, как не совсем современный. Хозяева соревнований находятся впереди, но так, собственно, и рассчитывалось, что молодой, развивающийся быстро японский прыгун сумеет стать хорошим забойщиком. Это почти как эстафета. Ветер достаточно ощутим, но, по крайней мере, стабилен по направлению. И, тем не менее, Дмитрий Патова держит. Держит, потому что ветер, по мнению судьи, по мнению Мирана Тепеша, слишком силен для того, чтобы соблюсти все требования спортивные. Чтобы все были в равных условиях. Ну и вы видите, как только в зоне подъема, в зоне пика, траектории ветер превышает по скорости 2 метра в секунду, так тут же загорается красная стрелка, но это, конечно, все виртуально, на самом деле. Горит красный сигнал светофора, не позволяющий отправиться ему в путь, и вот, наконец-то, напустим его. Пошло дело. Ну, опять недостаточная была несколько скорость, но, вы знаете, он на этой скорости все-таки выжил из попытки максимум возможного. 118 было у него до этого. Что было написано? Не прочел, к сожалению. Что-то в адрес Ильи Раслякова было написано, но, к сожалению, прочесть не удалось. Доволен, доволен, безусловно, наш главный тренер. Хорошая заявочка и гораздо лучше, чем в тренировке. И... Ну что ж, сборная России выходит на лидирующую позицию. Все, лихами до начала. Ну, в принципе, в принципе, мы, конечно, понимали, что у нас крепкая команда и хороший уровень первых тренировочных прыжков. Вторые тренировочные прыжки перед вот этими командами, перед этими командными стартами, были просто обескураживающими. Но тут, по слову, видите, и у других изменилась несколько ветровая обстановка, и Камил Шток попал в этот же заряд. И улетает еще дальше на 4 метра, но, с другой стороны, в последнее время мы уже привыкли к тому, что он второй номер команды. В принципе, в сборной Польши царит такое голодное настроение. Не добрали они достижений. Малыш очень рассчитывал после того, как здорово выступил в квалификации. Просто гениально выступил в квалификации, чуть не поднял рекорд трамплина. Рассчитывал он очень на то, что станет призером. Стал четвертым, и Малыш говорит о том, что это очень-очень обидно, и что обиднее вообще не придумаешь для элитного спортсмена, чем четвертое место. Некоторые считают, например, что это хорошее достижение, что это достижение, подтверждающее класс, но у всех разная психология. В данном случае, вот, польский спортсмен Ричарова. Штефан Хокке, так же, как и вся германская сборная, ничего интересного в первый день соревнований не показал. А вот сейчас улучшает свои показатели. За 120 улетает Штефан. В принципе, очень полезен в сборной, несмотря на то, что начало сезона было никакое. То есть его, по сути дела, и не было, потому что была травма ключицы. Был недобор работы, я об этом говорил. Но в нужный момент он все-таки в порядке. Я смотрю, все-таки, не прочтя вот ту бумажку насчет Ильи. 18 февраля у него день рождения. То есть с прошедшим днем рождения его можно поздравить, но с прошедшим достаточно давно. Если бумажка будет еще раз, тогда попытаемся еще раз ее почитать. Азу Лаппи. Финская сборная великолепна. И финская сборная завоевывает серебро накануне. Имея все шансы завоевать и золото, там речь шла об очень серьезной, очень ровной конкуренции между Харри Олли и великолепным Симоном Аманом. Два великолепных баргуна не могут быть одновременно на высшей ступени пьедестала почетной. Томи Николин сказал, что он очень доволен. Томи Николин сказал, что команда в целом подтвердила свои классы в хороший общий уровень. И немножко удивил его Харри Олли по-хорошему, потому что мир его он изначально видел на пьедестале почетной. Но он признался в том, что тренировочные сессии в исполнении Харри Олли были очень хороши. И уверенность, самое главное, сказила Васюма. Это чемпион мира, которому одного звания мало. Он вообще все свои звания привык, видимо, завоевывать дублеты. На Олимпийских играх, приехав вообще никем, по сути дела, взял две золотых медали в 2002 году. После этого долго-долго ждал возвращения хорошего уровня прыжков. И вот Малыш его, например, очень похвалил. Адам Малыш вчера в своем интервью, с одной стороны, оно было наполнено обидой на самого себя, с другой стороны, уважением к успеху Симона Амана. И он говорит, что от всей души действительно поздравляет с теми с тем, что тот умеет ждать и умеет работать, не оглядываясь на то, что результатов пока нет. Самый возрастной сегодняшний участник соревнований на вашем экране, 36-летний олимпийский чемпион 1998 года Токанобо Акабо. Опорный спортсмен, потому что его одна хорошая попытка стала ключом к успеху. Ну, сейчас вполне нормальная ветровая ситуация, и не знаю, что здесь ждать на самом деле. Пора, пора отправлять в путь Артулаппи. Пошел Артулаппи, призер отборочного чемпионата в Финляндии. Менее месяца назад очень серьезно воспринимали тренеры эту стадию отбора. Ну, вот опять же вы видите, что Артулаппи получил несколько меньший встречный ветер, и ему не повезло. Ему и команде, которая по всем расчетам должна была заминировать, должна была выигрывать с самого начала. Но маленькая осечка. Хотя нельзя ни в коем случае сказать, что Артулаппи не готов, и вчерашние результаты подтверждают то, что он в порядке. Но небольшая лотерея, это ветровой трамплин, это нестабильная, знаменитая, нестабильная японская погода. Увы, увы. Симону Аману этот расклад тоже не нравится. Аману, правда, еще прыгать не скоро. Аман прыгает в третьей смене. Вчерашний вице-чемпион, побитый им, Барри Олли. Олли, которая изучает в университете математику. Выразите себе, успевает так серьезно учиться. Не знаю уж теоретическую математику. Наверное, скорее всего, что-нибудь такое прикладное, имеющее отношение к компьютерным, может быть, технологиям, программированием. Но вот говорят, что будущий математик. Выбор довольно редкий, согласен. В основном, в спортменеджмент в последнее время идут ребята для того, чтобы продолжать спокойно зарабатывать деньги. Нет, Симон Аман в первой же группе, 11-1. Вот его бип. Изначально его ставили туда подальше, в более решающей стадии. Довольно интересное решение. Опять-таки, Берни Шеллер надеется такой расстановкой вселить уверенность в третьего и четвертого номеров команды. Потому что Мюрлингер и Ландер, конечно, не соответствуют этому уровню. У Ландера на тренировке было 110,5, у Мюрлингера 107,5. Не так, чтобы это было катастрофично. В нашей команде были хуже результаты во время тренировки. И недостаточная скорость. Но легок Симон Аман. И несмотря на вот такую скромную скорость при хорошем встречном ветре, он летает все равно. Хотя резерв, конечно, повышение дальности прыжка есть. Тем не менее, 136 куда уж дальше. Дальше же просто опасно. Сегодня утром был обновлен, утром по японскому времени или ночью по московскому, был обновлен рекорд этого трамплина. Установлен он воеворцем Берном Кирхайсеном. Сумасшедшего, конечно, разгона, гораздо большего, чем у прыгунов. 142 метра ровно. И результат Масаки Кахарады, к сожалению, уходит в историю. Да, великолепный прыжок. И вы видите, как доволен Мёле. Ну вот теперь что он будет делать с этим преимуществом и вобытно? Разрыв очень солидный. Но российская сборная идет в стройке. За поляками и за швейцарцами. Но команда у нас все-таки более ровно укомплектованная. И в последнее время традиционно считается, что сборная Россия имеет более большие шансы в командном турнире, чем сборная Швейцарии. Во время Олимпийских игр, правда, швейцарцы переиграли нас совсем ненамного. Седьмые были они, восьмые были россияне на чемпионате мира. Шестерку сильнейших замкнула сборная России, а швейцарцы были на седьмой позиции. То есть вот это такое соперничество соседей, постоянное. Но опять же, во всех тех случаях, в составе команды был Фаткулин, сейчас Росляков, так что замена, замена может быть очень важной. И даже одна неплохой разгон у Тома Хильде. И хорошая попытка, не выдающаяся, но хорошая, надежная, гораздо лучше, чем была в тренировке. Томми прыгнул в тренировке на сто шесть с половиной. Томми, тот, который Томмэ, будет прыгать сейчас в континентальном кубке. Это, конечно, что-то невообразимое. Ингебридзен, Руморен, Гюстоль, все ушли во второй эшелон в этом году. Но, с другой стороны, если такова плата за олимпийские награды, то она не слишком дорогая. Тем более, что вы видите, что резерв очень неплохой команды. Завязалась очень упрямая, упорная борьба и на гораздо более высоком уровне, чем была во время тренировки. Общий уровень результатов первой группы прыгунов весьма и весьма хорош. Вольфи Лойцин единственный, более-менее опытный австрийский спортсмен, который завоивал себе право выступать за команду. Именно как командный боец он нам всем хорошо известен. И вот вы видите, что ниже своего обжитого уровня он не опускается. Выдающегося ничего не показал, но прибавил относительно тренировки целых 10 метров. 125 у него, не австрийцы где-то рядом с нашими. Получается, смотрим, что там еще судьи отсыпают в плане оценок. А пока Швейцария, Польша, Россия либо Австрия, третья позиция, далее Германия, потом Норвегия и Япония. Но разрывы достаточно небольшие, за исключением, может быть, швейцарцев и поляков, они как-то на почтительном отдалении. И третье место все-таки достается Нойцелю за счет более четкой техники. И надо полагать, что команда им довольна. Ну что ж, сборная Россия в этом дебюте прыгает несколько выше головы. Смотрите, как близко тот пьедестал, о котором мы могли только мечтать на протяжении долгих и долгих лет. Но не будем заноситься, понимая прекрасно, что здешняя Сапаровская лотерея может вытянуть, выбросить другой билет. Ну что, будет Вальтер Хоффер вместе с подопечными перемещать стартовую площадку. Или все останется так, как есть. Опять знаково. Такое впечатление вообще, что это снято одной и той же камерой в один день, и потом это все подшивается. Но на самом деле условия были очень похожи и вчера. И снегопад, который начинался, к счастью, закончился теперь. Ну а это Нарьяки Касаи. Нарьяки Касаи, до которого это старт последний на чемпионатах мира. Без малого 35-летний прыгун, конечно, никогда до следующего чемпионата вряд ли доживет. Он много раз говорил о том, что домашний чемпионат, он специально дотягивает до него, потому что это все-таки очень важно. Александр Лазарович. Украинский спортсмен прыгнул на 96 тренировки, на 90 ровно получается сейчас. Ну и опять процесс обучения в боевых условиях продолжается. Вот пошли уже прогнозы. Прогнозы – любимое занятие наших активных интернетчиков на нашем форуме. Форум.евроскоп.ру Турнира прогнозистов у прыгунов, у поклонников прыжков нет своего. И просто не за интерес, не за очки, не за показатели турнирной таблицы, а просто за право быть хорошим гуру, хорошим оракулом борются. Турнира прогнозируется за искательный, и вот бомбирица, например, ставит Нармегию на первое место, Суоми на вторую, строчку на третью акцию, на четвертую японскую команду. Грэм Горэм за душой еще ничего нет, кроме олимпийских амбиций 2010 года. Ну и, соответственно, результат. А вот тот человек, который в команде должен показать нечто выдающееся. 123,5 вполне надежно отпрыгал во время тренировки. И, естественно, на своем родном трамплине, где у него сотни и сотни прыжков, он должен идти и дальше, и выступить лучше. Пошел олимпийский чемпион 98-го года, дебютирующий в карьере еще в 80-м. В 90-е годы не лучшая, не лучшая погода досталась ему, не лучший момент для прыжка. Но отмечаем все-таки это как относительный успех. Посмотрим, конечно, чем ответит конкурент. Такое впечатление, что все-таки на ОКБ давит ответственность. И избавляется он от нее только во второй попытке. Во вчерашней второй попытке был просто очень хорош. В этом году 37 лет. Ни разу еще элитные прыгуны не добирались до такого возраста. В новейшей истории прыжкового спорта. Что там было до того, с уверенностью говорить не могу. Иван Караулов, 96 метров в тренировке и всего-навсего. Посмотрим, сумел ли пристреляться сейчас. Нет. Примерно туда же и даже несколько ближе, по-моему. За примерно час или сколько там, 45 минут, которые прошли с момента трайл-раунда. Ничего серьезного не изменилось. Ни в плане погоды, ни в плане естественных навыков. Хотя, опять же, на других трамплинах более подходящих и более обжитых. Потому что сюда, естественно, никто не ездит без казахстанских спортсменов. И для того, чтобы тренироваться, каждый трамплин все-таки обладает своим собственным здоровым. Герный Дамиан, 104 метра всего-навсего в тренировке. И это несмотря на то, что перед чемпионатом этапы Кубка Мира пошли. Все-таки было неплохо все. 86 километров в час. Дамиан маленький и легкий, конечно. Ну и рифт. За счет этой малорослости и легкости. Сумел все-таки вытянуть дальность туда за 110. По крайней мере, был прыжок. Несмотря на то, что фронтальный ракушь неудачный. Даже 118 с половиной. То есть техникой. Аккуратно ведет лыжи параллельно. Приземляется не совсем. То, что называется теремарком. Раньше у него была улыбка. После того, как уходила эта шторка в виде отечественных лановских лыж. Для него отечественных, разумеется. А сейчас уже лицо начинает становиться свирепым. И в самом деле, сколько можно ждать результата. Даже и тренера из-за этого угнали. Хотя многих прыгунов кандидатура Васи Больцов. Ох, как устраивало. И Анматура немножечко напряженно начинает свою попытку. И сразу вы видели, встал практически в солдатике камень. Пролапываясь через ветер, а не лежа на нем. Или по этому дальности у опытного чешского прыгуна не было. Так же, как и не было его во время тренировки. 106,5 было во время второго раунда. У Ильи Раслякова, который будет прыгать следом, было 104,5. И на это, естественно, волнует. Вчера во время индивидуальных прыжков углядел лучше. Илья Расляков. Главное, что не хмурится, не унывает. Такая личность позитивная, очень важна в команде. Неплохая, неплохая скорость. Ну, получше, получше, чем в тренировке. Катастрофы, по крайней мере, нет. Здесь есть просто достаточно скромный уровень по сегодняшним меркам. Тем не менее, в списке претендентов на пятерку сильнейших он сборную оставляет. Аккуратно все по технике. Оценки должны быть неплохие, но никак не меньше 17. Ведь и четкое приземление в Телемарк. Хронилов доволен. Ну, лишь он подхватил этот напор. Мы остаемся лидерами. Сборная России осталась на лидирующих позициях среди всех, кто был. До этого, то есть среди семи команд. Ну, лидируем сейчас, посмотрим, чем ответят поляки. Поляки предыдущие попытки обошлись. Здесь чуть-чуть ближе. Чуть-чуть ближе и посмотрим, хватит ли запаса. И при том, что приземление у Зылы-то было тоже не идеальным. Он покачнулся. Отталкивание. Отталкивание тоже, кстати говоря, неровное. Пришлось ловить руками для того, чтобы выровнять прыжок. Прыжок получился единым таким мощным движением, напоминающим, как если бы это было с 90-метрового трамплина. Но запас был достаточен, как вы видите. Однако ситуация становится более напряженной, и разрыв становится меньше. К нашему огромному удовольствию. Юноша, по сути дела, из Германии, Тобиас Бодлер. Никакого кубкового опыта в основном Кубке мира, но, тем не менее, это Ро Вайн привлек его, потому что, в общем, выбора не было, и пришлось поднимать запасного. Но запасной есть запасной. Мартин Шмидт будет прыгать у сборной Германии. В последней группе. Но он уже сказал, что у нас есть 16-летние. Это, конечно, дает нам перспективу. И я рад, чрезвычайно сказал Мартин Шмидт, что какая-то стабильность в отношениях с Федерацией имеется, и дают некие вот им доверие. Но, что касается нашей конкурентоспособности, то, например, в поединке с русскими, я считаю, говорит Мартин Шмидт, что мы проиграем. О том, чтобы попасть на подиум, и речи быть не может. Так считает Мартин Шмидт. Командный боец, завоевывавший вместе с четверкой. Стройка, когда-то в куче германских прыгунов и золотое, и олимпийское золото, и мировое золото. Так что он знает, о чем говорит. Неидеальные просто условия у этой смены. И вы видите, что даже вице-рекордсмен мира Мати Хаута, поляки преодолевающие по воздуху больше 230 метров в нужный день. И он тоже ничем особенным не впечатлил. Ситуация весьма и весьма любопытная получается. И уровень практически... Ну, плюс-минус, вы понимаете. Поляки выигрывают чуть-чуть более двух баллов у россиян. Финны за спинами. И вчерашний вице-чемпион как-то очень разочарован. В дебюте смазал прыжок Арту Лапи. Не подтянул им Ати Хаута. И, к счастью, для финнов существует еще и вторая попытка. При этих изменяемых условиях возможны варианты. Мюллингер очень шумно аплодировал Симона Амана и вдохновился. Тяжелый, рослый, не вполне соответствующий модельным характеристикам современного прыгуна. Михаэль Мюллингер выжил из этой попытки максимум возможного. А за счет того, что у Амана был огромный перевес. И у сборной, соответственно, тоже. Сборная Швейцарии сейчас наверняка останется первой. Вопрос в разрыве. 244,8. У россиян 228,5. Ну, так почти 20 баллов разница. Пока просвет велик. С нашими традиционными соседями по турнирной таблице. Андрес Балардаль. 120,5. Во время тренировки был свободен вчера от прыжков. И это скорее хорошо, чем плохо в плане моральной подготовки. В плане физики тоже все в порядке. В район 120 метров приземляется многократный чемпион Кубка Б. 119. Что с техникой? Посмотрим замедленный повтор. Давайте. Отрыв. Отрыв мощный, но неровный. И такое же несколько неровное ведение лыж на протяжении почти всего прыжка. Приземление. Без явных погрешностей. Ну, в целом Кринковский доволен, потому что дальность спасает все. Сборная Норвегии на четвертой позиции. И вы видите, что оценки вполне логичные. 17,5. Большего и не заслуживал этот прыжок. Шлири. Вчера дебют на взрослом чемпионате мира получился у него очень нервозным. Но сейчас он наконец успокоился. Да, натянутой струной пролетел он. Даже, может быть, перетянутой струной пролетел он этот прыжок. 123,5 лучший результат в этой группе. Такое ощущение было накануне, что техника начала несколько ломаться. Ну и, в принципе, может быть, его техника не вполне идеальна для Акура Ямы. И нет большого опыта выступления здесь, в стороне восходящего солнца. Он выводит сборную Австрии на вторую позицию. Так что размещение Шлири во второй группе вполне даже и оправданно думается. Потому что Моргенштерн, конечно, очень надежный боец. И он будет завершать соревнования. Сборная России идет в пятерке сильнейших. Уступая третьей позиции, где сенсационно находятся поляки. В районе двух очков. То есть борьба продолжается. Сагранды, такие как Германия, Финляндия, далеко позади пока. Пошла работать третья группа или же это кто-то из прокладчиков? Судя по всему, все-таки кто-то из открывающих, которые помогают принять решение Вальтеру Хоферу. На Яны Ахвана просто жалко смотреть. После такого убедительного дебюта на этом чемпионате сборная Суоми пока считает просто-напросто места и находится в позиции явных статистов. Владимир Бащук кого-то там отправил привет. Ну а вы видите, что нет мелочей у настоящего самурая. Он должен, прежде чем идти в бой, как следует подкрепиться. Такое впечатление, что Нори немножечко стал суше в последнее время. Он и так никогда не страдал лишним весом, конечно, но перед этим чемпионатом еще, по-моему, сбросил. Это, конечно, сказывается на мощности. Далее шумбарец. Третий представитель сборной Украины. Неплохая скорость. Работу лыж славянских здесь винить не стоит. Ну вот болтанка. Показывали то, что была болтанка у него в воздухе. Тут идет просто-напросто борьба за то, что не быть последними у всех своих. Мерки у всех свои амбиции. Да, всякие технические рисунки нужно еще совершенствовать и совершенствовать. Сборная 2010 года, зимой 2007. Вот что такое картина, когда изображают сборную Канады. Грегури Бакстер, юный совсем Грегури Бакстер, выступает уже второй год на этапах Ука Мира. И вырисовываются, вырисовываются интересные особенности техники, обнадеживающие особенности техники, которые через пару лет могут начать работать. Но пока, пока он, конечно, не конкурент. 99 в тренировке, 103 сейчас официально браунки. И слава богу, что хотя бы прибавил. Хотя разгон. Разгон каму стал подлиннее. Да нет, эта группа прыгала из тех же ворот, кстати. Потеснили украинцев. Вот и все, чего добились пока. Да и Кевито на трамплине, где у него были на тренировках полеты за 140, прыгнул во время трайл-раунда всего-навсего на 110. Но сейчас вот эта волна поможет ему или нет. Конечно, сбой, конечно, серьезное падение. Летом очень испортило ему сезон. И до сих пор это сказывается. Мягкое обталкивание избрал Дайкиито. В район 120 приземляется, но, по крайней мере, не аутсайдер сборной Японии. Но далеко и не призер. О чем, может быть, мечталось бы местным болельщикам. Главная надежда Японии, конечно, на стометровый трамплин. В прыжках на среднем трамплине очень важно знание сооружения и очень важна наработка. И, в принципе, и Норикоса, и Даканобу Акабу очень надеются подняться там в десятку сильнейших, как минимум. Но пока первый из трех, что, конечно, никоим образом их не устраивает. Николай Карпенко. Тренировки 103,5. Для человека, который уже брал кубковые очки в сезоне, конечно, это не достижение. 86,5. Что-то не очень катил Фишер по горе разгона. За сотню получилось, но не более того. 104 метра. В принципе, на тех же рубежах, на каких обосновался и во время трайл-раунда. Ири Казахстан остается лишь в лучшем случае претендентом на участие во второй попытке. То проблематично пока Рокурбанч. И сборная Словении. Сборная, которая в своей недавней биографии имеет медали в командных видах программы. Но последний парк лет как отрезала. Разгон. Скорость разгона сбивается еще и за счет того, что набегающий поток воздуха тормозит спортсмена. Если бы был попутный ветер, конечно, скорость была бы выше, да только толку было бы меньше. Но у Рокурбанча масса технических огрехов. Завал на левое плечо, как у очень многих, кто здесь либо окончательно портачил попытки, либо даже падал, как некоторые двоеборцы. Но и приземление тоже. Гуляющие, я думаю, что его пожалели даже. 15,5. Это даже и много при такой технике. Адам Малыш пока остается только застенчиво улыбаться. Потому что четвертое место, это не то, чего ждал он сам от себя. Он ждал, если не победы, как минимум, подиума. Антонин Хаек тоже на тренировке не нашел себя на этом тропине. 87 километров для такой пушинки, как Хаек. Неплохая скорость. Да толку из этого тоже мало. Еще одна неудача, еще один недолет до сотни метров до Атыки. И, конечно, обладателю Кубка мира прошлого года Якубу Янги здесь уже ничего по существу не исправить. Остается ждать только следующей попытки. И Денис Корнилов. Дениса Корнилова очень порадовала попытка нестабильного Ильи Раслякова. Потом все-таки он в элитную сборную вошел, закрепился буквально только перед самым чемпионатом. И надеемся, что это поселит покой в душе Корнилова, потому что только это и нужно. Класс есть. Нервы иногда подводят. Хороший разгон. И чемпион универсиады приземляется в район 120-метровой отметки. Сборная держится. Сборная держится в рамках списка основных претендентов. Теперь остается молиться небесной канцелярии, чтобы не изменился ветер за третью смену, по крайней мере. Чтобы все были более-менее в равных условиях, потому что то, что сейчас выдал Корнилов при таком ветре, это солидно. И достаточно качественная техника. Удовлетворен, пусть и не слишком счастлив. Вольверштейр. Сборная остается лидером среди тех команд, которые преследуют элиту, скажем так, преследуют лучших из лучших. Но вот сейчас Роберт Матея. И, конечно, сейчас очень важный момент для сборной Польши. Потому что супер-ветеран Матея, который здесь уже очень давно в Саппорах хорошо выступал. Он нестабилен в этом сезоне клинически. И вот как раз тот показатель. На тренировке все было. На тренировке был перелет за 120-метровую отметку. И третий результат в этой группе. А сейчас только что 6 с половиной. И вы видите, что сборная Польши соседям, россиянам, проиграла здесь очень много. И смена вахты состоялась. То есть мы уже ворвались в предварительную тройку. Там Матея вместе со сборной пропускает не только Корнилова, но еще и, надо полагать, японцев. Диорг Ритцфельд. Очень надежный командный спортсмен. Но подпортил ситуацию. Богнер, конечно. Да, и у Ритцфельда ничего толком не получилось. И здесь, конечно, тоже атмосфера. Атмосфера нет. И безнадегия атмосфера. Невдохновенности. Все это безусловно мешает. Мотает, мотает ветер боковой. И не каждый ловит нужный галс. У Корнилова это получилось. Сборная Германия по-прежнему за спиной сборной России и достаточно далеко. Лишь бы только все так было и во второй попытке. Но в принципе, ведь ровные тренировочные результаты и квалификационные результаты получались же в первый день. Здешних соревнований в первый день отбора. Харри Олли. Вице-чемпион. В его руках, по сути дела, все. Хорошее отталкивание. Не очень высока скорость. Но этот трамплин он знает. И он перестрелялся к нему. Перелет за 120-метровую отметку. Это лучшая попытка в текущей группе. Но вы понимаете, что 3 метра просвета между ним и Корниловым это недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в пользу сборной Финляндии. Она остается позади россиян. Горячие фавориты по-прежнему проигрывают. Но не списывайте. И на все счетов у них, если получится гениальная вторая попытка, все будет просто отменно. И пока лишь немного сокращает свое отставание вместе со сборной Харри Олли. Уидо, Ландер. Яркое начало для Симона Амана. Неплохое продолжение Михаэля Ноллингера. Ландер. Хорошая скорость. И вы знаете, это тоже прыжок выше головы. Но вот опять же, как вдохновила золотая медаль, а также шаговещательные заявления Симона Амана для Ландера. Перелет через 110 метров. Это просто очень прилично. Уже на тренировке было видно, что он настроился. Бывшим недавним, прошлым двоеборцем Гуидо Ландер остался в чистых прыжках. Кстати, многие двоеборцы думали оставаться прыгунами. Вы видите, швейцарцы впереди все же. Впереди нас, хотя разрывы минимальные. Так что здесь вторая попытка все решится. Андрес Яковсен, лидер общего зачета Кубка Мира, хорошо разогнался. И хороший грамотный прыжок. Ситуация обостряется. Соперничество становится более острым. Но иного мы, собственно говоря, не предполагали. Хотя, видимо, он рассчитывал на что-нибудь такое за 130. И очень старался. Катапультируется со стола отрыва, по-моему, несколько поспешнее, чем предполагала кривизна, чем радиус предполагал этого стола. Каенковский вместе с командой борется за победу. И нельзя сказать, что шансы на победу потеряны. Только-только сейчас началось. Сборная Швейцарии, первая сборная Норвегии, вторая сборная России, третья. Просвет менее пяти очков. Everything to fight for, как говорят на Западе. Анни Кофлер, отличный командник, олимпийский чемпион. Так же, как и на Олимпиаде. Великолепно представил интересы австрийской сборной. Сборная, которая безраздельно доминирует в национальном кубке в последнее время. Вице-чемпион Олимпиады на Большом трамплине. Чемпион в командных прыжках Анни Кофлер. Делает просто гениальную попытку. Вдохновленный успехом Грегора Шлиренсаура. Он идет дальше во всех смыслах. И не менее 18 баллов за технику. Ну, а Томас Моргенштерн даже не поймешь. То ли он меньшего и не ожидал, а то ли думает теперь о том, как бы не потерять то, что заработано. Австрийцы на первой позиции. Их счастливый трамплин не принес им ни одной награды. При том, что неоднократно ветераны, такие как Ви Дойцель, здесь выигрывали. Но, с другой стороны, выигрывавший аж пять раз соревнования кубка на Кура-Яме, Лёкельсой все-таки вчера остался лишь третьим. Хотя это тоже, конечно, успех. Сборная России остается четвертой. Разрывы небольшие, но только на отдалении сейчас оказываются австрийцы. Ну, что ж, после трех групп разрыв между фаворитами и всеми, кто преследует сборную Австрии, просто гигантский. Уже более 30 баллов. Что касается борьбы за второе место, то она крайне острая. Три сборных фактически на одном вздохе идут. Швейцария, Норвегия и Россия. Кто мог предполагать, что Швейцария будет и не второй? Мало кто рассчитывает на стабильность Ландера и Мюрлингера. Все те же 12-е ворота, все тот же разгон, вполне дающий возможность улетать даже за 130 метров, как выяснялось. Поэтому зачем рисковать в самом деле? Нориеки касается. Сборная Японии на пятой позиции на сегодняшний день. Это очень неплохой результат. Если Нори выдаст ту попытку, на которую способен на этом траплине, а еще даже в рамках подготовки к чемпионату, в спокойной обстановке, в несоревновательной обстановке, у него были прыжки за 130 здесь, да и в тренировке прыгнул за 124 метра, тоже прилично, то он на многое способен. Вне всякого сомнения, Владимир Байщук сильнейший. В сборной Украины, и психологически он был готов к хорошему прыжку. Хотя, хороший это для себя самого, скорее всего, но все-таки 94 было в трайл-раунде, 107. Сейчас небезопасен был, конечно, полет этот, и пришлось активно ловить себя руками. Возможно, по этому поводу он и спрошенно покачал голову. Стивен Рид. Лидер сборной Канады прыгнул лишь на 100 с половиной, что, впрочем, было лучше, чем у его товарищей по команде. В трайл-раунде. Мягко уходит очень хорошая скорость, и, в принципе, неплохая рабочая позиция, но, видимо, точка откалкивания не та. 110,5 метров, тем не менее, прирост результата совершенно очевиден. Успокоилась погода, ветер стал стабильным и не очень сильным, и правильно направленным, так что, в принципе, во второй попытке могут рождаться подрекордные результаты, я думаю, вполне. Канада опережает Украину. Но это пока максимум возможного. Нориаки Касаи, легендарный Нориаки Касаи, чемпион мира полеток на лыжах еще в начале 90-х годов. Почти 20 лет великолепной карьеры, и вот ее завершение, каким оно будет. Отличный разгон. Все сделал Нори как надо. Вы видели, как он с кромки стола уходил так, что лыжи чуть буквой О не согнулись. Великолепная попытка Нориаки, Касаи 128 метров, и японцы начинают наступать россиянам на пятки, лишь бы не дрогнул лидер команды Дмитрий Васильев. Мы, конечно, очень уважаем страну-организаторам, мы очень уважаем вообще традиции японских прыжков, но спортивный компонент есть, спортивный компонент, конкуренция есть, конкуренция. Мы согласны, чтобы японцы были рядом, но все-таки за нами. Аппетит приходит во время еды. Лучшая попытка в японской сборной, которая выводит сборную страны восходящего солнца на первое место. И вы понимаете, как долго горели нервы у Нориаки Касаи сегодня. Перекусил, успокоился и прыгал как надо. Финалист индивидуального турнира Радик Жапаров прыгает не слабо, но, конечно, на фоне прыжка Касаи эта попытка выглядит скромной. Хотя вчера с Нори они были практически на том уровне. Ну и плюс погрешности в приземлении. Техника на 16, вы видите. Ну а Нори Касаи уже дает интервью. Но мы знаем, знаем, что Нори Касаи иногда может преподнести неприятный сюрприз в виде падения. Тем не менее, команда в решающие моменты все-таки эту неудачу компенсирует. Петер Зонте, вернувшийся из континентального кубка в основную сборную перед самым чемпионатом мира. Ири, вы видите. А Ребеха Никола не зря принял это во многом, может быть, рискованное решение. Один из самых успешных за последние пятилетия славянских прыгунов, который на Олимпиаде 2002 года добился наилучшего своего успеха в карьере в виде бронзовой медали в командном турнире. Тогда был всплеск. Тогда вся сборная, по говоря, с Петеркой была хороша. Петерка, кстати говоря, так и не нашел пути к успеху в этом году. И в сборную не квалифицировался, при том, что сборная это выглядит тоже скромно. Якуб Янда. Сборная Чехии идет в высшей степени так себе, и в первые попытки они не сумели включиться в борьбу. Хороший разгон у обладателя Кубка мира. и прежняя техника, которая позволяет быть близко. 127 метров. У Васильева в тренировке 124 с половиной. В этой группе это был только седьмой результат. Но с другой стороны тренировка и есть тренировка. Он иногда бывает несколько небрежен во время трайл-раунда. Лишь бы потом собрался как следует в основных соревнованиях. Васильев выходит на старт в эти мгновения. И вот он, Дмитрий, вчера занявший седьмое место в личном турнире, почти выполнивший тренерскую установку на шестерку сильнейших. Там была такая же стокая конкуренция. Он нестабилен в двух попытках. Это тоже очень важно. Неплохая скорость. Держать, держать, держать. Что это было? Вот такой хороший разгон. То ли это была перемена ветра на попутный, но только 113 с половиной. И вы видите, что очень значительный недобор дальности. Но вот так часто и бывает. То лидер команды значительно сильнее всех остальных, то команда вся подтягивается, а лидер дробнет. И вы видите, что вот в этой семерке, где мы лидировали, мы перемещаемся в ней на вторую теперь строчку. Адам Малыш! Адам Малыш, конечно, в порядке. Очень акцентированное приземление в стиле Нрия Кикасаи. Ну а поскольку запас был и улетел дальше Нори, то Польша выше Японии, ну и Россия сейчас третья. Разрыв после прыжка Дмитрия Васильева с японцами становится в 18 баллов приблизительно. Можно, конечно, это компенсировать, особенно если учесть скромные прыжки Дайки Ито, но борьба завязалась на очень высоком уровне. Нихану Лотерсто принимает поздравления своего соотечественника, работающего в сборной Японии. Ну вот, сейчас табачок врозь, сейчас они конкуренты и сборная Японии тем не менее удержала поляков. Мартин Шмидт в сборной Германии не готова к тому, чтобы бороться за медали, но в шестерочку бы хотя бы войти. Нужно что-то выдающееся в исполнении Мартина Шмидта. Разгон отличный, прыжок хороший, хотя приземление как тогда, когда он берег колено. Практически на ровные ноги становится он. Такой привет от Георга Шпета, не квалифицировавшегося сюда. 129 метров, впечатлить при суде и техниках. Да, было бы четыре Мартина Шмидта в составе сборной, была бы другая ситуация. Вообще, конечно, в выпытие Урмана, травма Урмана сломала все построения. С Урманом команда это была бы сильной. И при известном раскладе могла бы патендовать может быть даже на призовое место. И уж, естественно, Бомбера не было бы в помине здесь. Германия за Россией. На четвертой позиции соответственно. Горная Финляндии начала постепенно выбираться чемпион мира на Большом трамплине в прошлый чемпионатский цикл Яна Ахмана. Вчера от души поздравивший своего молодого напарника серебром делает тоже хорошую попытку. Да, ветровая обстановка безусловно изменилась, но вот вы видите, что и Малыш, и Шмидт, и Ахмана сумели адаптироваться к ней все-таки, а у Васильева это не получилось. Надеемся, получится во второй попытке. Он человек двух неровных попыток, как правило, но пусть хорошей получится вторая. Пусть будет контратакой за спину. Вытянул дальность, конечно, Яна Ахмана за счет класса. Горная Финляндии на четвертой позиции сменяет немцев. Горная России все-таки остается впереди финнов, и это уже будет окончательно после первой попытки. Это уже такая промежуточная победа, это говорит о потенциале нашей данной сборной, но награды за это пока еще не раздают. Но Кютель, конечно, не должен испортить песню сборной Швейцарии, сенсация должна продолжиться. Но вот еще одна парадоксальная неудача. Класс Кютеля и класс Васильева сомнению не подлежит. Тем не менее, Кютель вчера вообще из рук он прыгал по своим меркам, разумеется. в индивидуальном турнире Васильев прыгал вчера надежнее, но сегодня оба они неудачники решающей элитной группы. И где же теперь Швейцария? На четвертой позиции любимая такая позиция там толчья. Да, на одном Амане все-таки не выйдешь. Рор Йокельсой пятикратный победитель здешних соревнований. Пять раз выигрывал этапы Кубка мира здесь в своей длинной карьере. Вчера третий. Великолепный разгон. И бронзовый Йокен улетает туда же практически куда и Адам Малыш. Норвегия в обновленном составе, в экспериментальном составе держится очень высоко родоначальники. адекватно реагирует на ту критику, которая звучала в их адрес со стороны газеты, которая является информационным спонсором этой сборной. Таким коршуном парит очень интересная техника, очень своеобразная у лучшего полетчика мира последних трех лет. И кому уж возносит хвалу Мико-Кринкоски сказать трудно. Норвегия на лидирующей позиции, но Австрия, вы помните, имела значительный запас после трех групп, посмотрим. Томас Моргенштерн непонятно среагировал, честно говоря, на успех Андреаса Кофера, такое впечатление, будто начал дергаться. Олимпийский чемпион двукратный в полете. Хорошо, хорошо, но все-таки вот вы видите, все-таки какое-то влияние не лучшее испытал он. На себе если бы нужно было вытаскивать сборную, мне кажется, что Моргей прыгал бы более уверенно. А так важно было не растерять то, что было добыто, и он собой недоволен, потому что очки спасти до конца не сумел. При том, что по технике у Моргенштерна тоже все в порядке, немножко подкручивает ветер, но всех, по крайней мере, его не так вывернуло, как Шмидта. Но вот интересно, Шмидт на Галфе фактически летел, но как он сохраняет стабильность полета? Австрия осталась впереди, но предоставила некие большие шансы конкурентам, нежели были до этого после трех групп. 500 очков и 20 баллов без малого преимущества. Россия перемещается на пятую строчку, потесненная поляками, не японцами, но тем не менее просвет невелик, борьба продолжается, и расслабляться нельзя, во-первых, потому что Швейцария тут тоже рядом. В общем, все те же конкуренты, но только ситуация более открытая, более интересная на этом чемпионате мира, так что боремся, боремся, со всеми бывает, у всех бывают осечки, у всех замечательных даже самых команд. Финляндия вот пока просто-напросто неадекватно выступает, но пойдет сейчас контратака, конечно, в следующем раунде. Ждем его с большим нетерпением. Домас Моргенштерн недоволен. Руар Йокельсоя просто счастлив. Заблестело золото где-то там впереди, пока просвет, конечно, заметен, но 15 баллов для командных прыжков это одна чья-нибудь удачная или неудачная попытка. Сборная Японии сенсационно держит третью позицию, и это, конечно, огромное перевыполнение планов. Юный, не обстрелянный совершенно Ташимото продолжает печь великолепные выступления одно за другим, после того, как дебютировал в индивидуальной программе, достаточно надежен и спокоен на родном трамплине Токоногу Акабе, прибавил по сравнению с тренировками значительно дайки и то, и великолепен поистине был. На релье Косея техника вообще была выдающаяся. Ну, а лидерство пока у сборной Австрии. Лойцель отличный командник. Вот что важно. Важно хорошо начать, важно, чтобы забойщик в команде был просто великолепный. Но, кстати, нужно в качестве забойщика в хвалите Дмитриев Анатолий Магаданец сегодня тоже сразу нас обнадежил. Мы прервемся, здесь, естественно, между попытками будет большая пауза техническая. Не прозевайте начало решающих действий.